Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы хотим поговорить об одном из представителей целой линейки стереоскопических микроскопов известного итальянского бренда Optica. Итак, стереоскопический микроскоп Optica SFX34. Микроскоп поставляется в большой картонной транспортной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки входит сам микроскоп в сборе, два резиновых наглазника, два диска матовый стеклянный и пластиковый, черный с одной стороны и белый с другой. Кроме того, ключ для регулировки усилия вращения ручек фокусировки, чехол от пыли, запасной предохранитель и краткое описание инструмента на пяти языках. Для приведения микроскопа в рабочее состояние достаточно подключить к нему шнур питания и включить микроскоп в сеть. В конструкции микроскопа можно выделить два основных элемента. Сам микроскоп выполненный в виде цельного оптического блока и штатив с механизмом фокусировки и электрической системой. Механизм фокусировки одновременно является и держателем самого микроскопа. На нем же расположен жестко закрепленный модуль верхней подсветки. Кроме того микроскоп оснащен удобной ручкой для переноски. Штатив имеет большое основание, верхняя часть которого выполнена из металла, а нижняя из прочного пластика. Внутрь основания вмонтирован блок питания системы освещения и модуль нижней подсветки. С тыльной стороны расположено гнездо для установки предохранителя, разъем для подключения сетевого шнура и кнопка включения электропитания. Особенностью данной модели микроскопа является встроенный аккумулятор. Благодаря этому микроскоп можно полноценно использовать, как говорится, в полевых условиях, где нет возможности подключения к сети электропитания. Заявленное время работы микроскопа от аккумулятора составляет около восьми часов. Справа от штанги крепления микроскопа расположены две кнопки регулировки яркости подсветки. Кнопка с надписью INC изменяет яркость верхней подсветки, а с надписью TRA яркости нижней подсветки. При каждом нажатии на кнопку яркость соответствующего осветителя изменяется ступенчато. Каждый осветитель имеет пять ступеней яркости. Рядом с кнопками расположены индикаторы уровня яркости, свой для каждого осветителя. Кроме того основание микроскопа служит и предметным столиком. Для фиксации препарата на нем есть две подпружиненные лапки. Между лапками в специальной шахте расположены светодиоды нижнего модуля освещения. Настройка резкости изображения осуществляется путем перемещения микроскопа вверх или вниз. Для этого механизм фокусировки снабжен двумя рукоятками. Вращение рукояток достаточно тугое, но вместе с тем плавное. Предусмотрена возможность регулировки усилия вращения рукояток, при помощи специального ключа идущего в комплекте. Оптический блок состоит из двух пар стерео объективов заключенных в общем корпусе. Одна из пар имеет кратность 1, вторая кратность 3, о чем свидетельствуют соответствующие надписи. Выбирая объектив той или иной кратности в сочетании с 10-ти кратными окулярами, мы устанавливаем увеличение микроскопа 10 или 30 крат. Смена кратности объектива осуществляется поворотом его на 180 градусов. Окулярный узел микроскопа представляет собой бинокулярную насадку с углом наклона 45 градусов. Вращение насадки вокруг ее оси не предусмотрено. Межзрачковое расстояние может изменяться в пределах от 53 до 75 миллиметров. Кроме того вращая окуляры можно более точно подстроить резкость под каждый глаз индивидуально. Заметим, что изначально возможность вращения окуляров, чтобы подстроить резкость для каждого глаза индивидуально, была заблокирована. Для того чтобы разблокировать этот узел нам понадобилась тонкая крестовая отвертка, чтобы отпустить винтики, которые спрятались под обрезиниванием окулярных трубок. Для оценки оптических возможностей данной модели предлагаем взглянуть на изображение различных предметов, полученных с помощью цифровой камеры 1,3 Мп, установленной вместо одного из окуляров. Так выглядит спичечная головка при увеличении 10 крат. А так она же при увеличении 30 крат. Увеличение 10 крат вполне подойдет для оценки качества монтажа на платье. А так выглядят отдельно взятые электронные элементы на увеличении 30 крат. Любопытно взглянуть на структуру поверхности различных фрагментов гранита, кристаллы сахара и соли, а также различные образцы растительного происхождения. Итак, данную модель микроскопа можно уверенно рекомендовать для учебных лабораторий или в качестве рабочего инструмента для различного рода мастерских. С его помощью можно проводить оценку качества изделий, а также выполнять несложные работы по ремонту или изготовлению различных мелких изделий. Учитывая невысокую стоимость микроскопа, он вполне может появиться и занять одно из центральных мест на рабочем столе любопытного школьника. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине!